В 2019 году состоится Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений по комфортной городской среде. Истрас считается малым городом с большой историей, поэтому будет участвовать в конкурсе. 11 января в Истринском Доме культуры состоялось очное собрание администрации и общественной палаты с жителями города. На встрече выбирали территорию, которую жители хотели бы благоустроить, но далеко не каждая подходила под необходимые критерии. Это должна быть площадка не маленькая, не продомовая территория, не сквер, а действительно крупная, большая территория, которая в дальнейшем после реализации принесет огромный социально-экономический эффект всему городу. Победа в конкурсе привлечет большие субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта – до 80 миллионов рублей. Поэтому необходимо подойти к вопросу серьезно. Истра – непростой город в плане его застройки. Существуют жесткие ограничения по капитальному строительству в границах зон охраны объектов культурного наследия. Поэтому некоторые предложения жителей реализовать невозможно. А вот на форте охраны нашего юрсалимского, где он поворот, по-моему, хаотично просто стоят машины. Почему пьем, что-то не рассмотреть? По территории, которые вы говорите, там, в принципе, мы не сможем реализовать дом, те задумки, которые мы хотим реализовать. Территорию возле озера Подковы поддержало большинство присутствующих жителей. По их предположению, она должна прилегать к будущей тропе паломника, иметь спуск к воде и велодорожки. Но и такой вариант имеет некоторые ограничения, также связанные с охранными зонами. Те территории, которые наиболее интересны, вкусны и привлекательны, на них, к сожалению, имеют серьезные ограничения с точки зрения строительства. Другой стороны, может, это и хорошо, что серьезное капитальное строительство, изменение ландшафта, к которому мы привыкли, оно невозможно. Одна из территорий, которой, в принципе, жители предложили, это пойма реки Истра в районе озера Подковы. Изменение ландшафта там невозможно. И поэтому реализация проекта, вписание ландшафта тех предложений жителей, которые мы еще поступим, услышим, оно будет действительно очень интересно. Я предложил сделать там туалеты общественные, дорожки, велодорожки, малые архитектурные формы. Также можно сделать спуск на воду, небольшие островки для рыбаков, что тоже будет очень популярно, потому что у нас много рыбаков. Если посмотреть в соцсети, то видно, что люди действительно увлекаются, и это будет очень полезно. По итогам собрания около 20 жителей выразили свои предложения. Всего вместе с голосами членов общественной палаты получилось около 100 заявок. На данный момент проект находится на стадии выбора территории, которая будет участвовать во всероссийском конкурсе. 25 января общественная палата представит выбранную территорию на следующем собрании, где уже будут обсуждать предлагаемые проекты. Максим Рыков, Антон Елизаров, Истра РФ.